МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задача руководства – создавать условия для приобретения оборудования. У нас есть такие условия. То есть есть фонды специальные для поддержки научной сферы новейшими приборами, независимо от того, где эта научная сфера. Будь то отраслевая, будь то академическая, будь то вузовская наука. Есть центры коллективного пользования в промышленности, прекрасно оснащенные. То же самое в академии и в вузовском секторе науки. То есть добиться высоких результатов у нас в стране есть все условия. Среди лидеров прошлого года – Институт радиобиологии. Исследование ученых этого учреждения вошло в составленный Национальной академией наук топ-10 лучших результатов. Здесь провели исследования по влиянию электромагнитного излучения на здоровье. На лабораторных крысах испытали влияние полей, создаваемых сотовыми телефонами и интернетом. В эксперименте участвовали 444 животных трех поколений. Полученные результаты подтвердили – технический прогресс, положительное влияние на здоровье оказывает далеко не всегда. По крайней мере, если это касается участников, проведенного в Гомеле эксперимента. Животные на протяжении трех поколений подвергались воздействию электромагнитного излучения от мобильного телефона. Необходимо отметить снижение рождаемости при расчете на одну родившую самку и наиболее значимое – в третьем поколении. Также нами получены результаты, которые указывают на соотношение полов в сторону увеличения доли самцов. Исходя из наших исследований, мы отметили, что наиболее уязвимой группой оказались животные неполозрелого возраста или же животные в возрасте 2 месяца. Это также возраст еще неполозрелого, становление зрелости. Насколько данные, полученные на лабораторных крысах, применимы к человеку, сказать пока тяжело. Однако никогда не повредит избегать ситуации, когда возникает опасность отрицательного влияния на здоровье сотовых устройств. Вышли официальные рекомендации Роспотребнадзора по использованию мобильных телефонов, в частности, в которых указано, что при разговоре желательно телефон не держать вплотную к уху. Если вы сами набираете номер, желательно, не дождавшись ответа абонента, тоже возле уха телефон не держать. Если вы носите очки с металлическими дужками, металлической оправе, то желательно при разговоре по мобильному телефону эти очки снимать. И в продолжение темы исследования живой природы. В Институте леса первыми расшифровали геном жука-караеда, который нанес значительный вред лесному хозяйству региона. Итоги оказались неожиданными даже для самих ученых. Нынешний вредитель очень сильно отличается от насекомого, хорошо известного специалистом. Сегодня в Гомельской области появился гибрид, способный уничтожать сосны, не только в засушливый период. А это предполагает совершенно новую стратегию борьбы с вредителем. Проведен анализ показал, что существующие особи, они в большинстве случаев являются гибридными, то есть представляют смесь каких-то разных генетических линий. То есть происходит какая-то гибридизация, скрещивание разных форм жуков, и что, скорее всего, может обуславливать вспышку. Но эти исследования еще пока находятся в самом начале и требуют дальнейшего уточнения. Еще один вектор исследований в Институте леса связан со строительством завода бюленой целлюлозы. Ученые говорят о возможности выращивания деревьев с оптимальной длиной волокон, что напрямую повлияет на качество производимой продукции. Необходимо получить более длинные целлюлозные волокна, это от 3,5 мм, чтобы производство было более экономически выгодно. И сейчас в данной работе мы ищем деревья, разрабатываем методику быстрого поиска этих деревьев с длинными целлюлозными волокнами для цель нашей дальнейшей создания плантации с такими деревьями. Разработанным в Институте механики металлополимерных систем материалом на посвященном Дню Белорусской науки областном празднике отвели отдельный стенд. Сотрудникам этого института действительно есть чем гордиться. Тем более, что их разработки востребованы на практике. Мы работаем сейчас совместно с БелАЗ. Это мы делаем более прочными, более ходимыми шины для крупногабаритных машин. Ну, еще у нас много. Мы традиционно работаем с Белорусским металлургическим заводом, мы работаем с Гродинским механическим заводом. Почти весь концерн Белнефтехим мы сотрудничаем практически с каждым предприятием. У Института механики металлополимерных систем много разработок. Причем в самых различных областях. Полимерные материалы для отечественных лыж – это действительно что-то уникальное. Их изготовили по поручению президента Беларуси. Проведенные испытания подтвердили – институт свою задачу выполнил на 100%. Так что, кто знает, возможно, в не таком уже и далеком будущем золотые олимпийские медали наши лыжники завоюют в том числе и благодаря гомельским ученым. Это непростой материал. Там интегрированы добавки скользящие. Здесь имеется два слоя. Один слой непосредственно взаимодействует со снегом, а второй слой, обезионно-активный, обеспечивает надежное соединение слоя скольжения к остальным компонентам лыжи. То есть полимерный материал, он хорош чем? Что он обеспечивает низкое сопротивление трению скольжения лыжи. Но одновременно он плохо клеится к другим компонентам лыжи. Вот для того, чтобы решить эту задачу, был разработан двухслойный такой материал. С одной стороны хорошо скользит, а с другой стороны хорошо клеится. На первом этапе планируется изготовление лыжи и уже изготавливаются лыжи для массового потребителя. В дальнейшем будут разрабатываться и совершенствоваться материалы для лыж спорта, высоких достижений для спортсменов. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.